Сегодня мы с вами подведем итоги 2023 года в части работы по противодействию и профилактике коррупции. Легче предотвратить, чем бороться с последствиями. 139 сообщений профилактической направленности, только часть большой антикоррупционной работы за этот год. Все задачи решались в плотном взаимодействии с контрольно-счетной палатой округа. Первой и одной из основных мер профилактики является коррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов. Управление правового обеспечения в текущем году рассмотрело 238 проектов, доля положительных заключений по ним 97,5%. Обеспечение декларационной кампании и оценка коррупционных рисков – основные виды работ в этом году. По результатам оперативно-служебной деятельности управление на лидирующей позиции 92 выявленных преступления. Показатель за 11 месяцев. Наиболее подверженным коррупционным проявлением является сфера освоения бюджетных средств, потребительского рынка, деятельности органов власти и управления. Кроме того, нередко коррупция выявляется в сфере транспорта и жилищно-куминального хозяйства. В центре внимания по-прежнему профессиональное развитие сотрудников 343 прошли курс занятий по противодействию коррупции. Должностные лица округа приняли участие в профильных мероприятиях. Оставляется контроль, соблюдение ограничений, сопретов, исполнение обязанностей лицами, замещающими в органах местного самоуправления, муниципальной должности и должности муниципальной службы. В тупе коррупционных рисков три направления – земельно-имущественное, закупки и заключение контрактов предоставления государственных услуг. Цифровизация в этих сферах необходима. Именно она позволяет исключить человеческий фактор. Хочу отметить, что в этом году Одинцовский городской округ в Московской области также оказался на первом месте по активности предпринимательского сообщества в мониторинге этой темы и было подано 215 анонимных анкет. Подрастающее поколение также выразило свое отношение к этой теме. Ребята приняли участие в конкурсе «Дети против коррупции». Всем участникам заседания глава муниципалитета предложил проверить знания и пройти тест в рамках всероссийского антикоррупционного диктанта.